11-й Б класс и классный руководитель Орлова Ирина Анатольевна. Цветы, воздушные шары, белые бантики и фотографии на память. Так провожают уже почти бывших школьников в школе номер 83. Экзамены еще впереди, но сегодня праздник. Мне очень хочется, чтобы вы не забывали школу, чтобы вы не забывали школьную дружбу, чтобы вы помнили своих учителей. Последний звонок – одно из тех событий, которое является своеобразным жизненным рубиконом. На торжественной линейке выпускников и учителей поздравил глава города. Он обратился к 11-ти классникам с напутственными словами. Я очень хочу, чтобы вы нашли себя в этой новой жизни. Я вижу, какие вы молодцы. Молодые, энергичные, красивые. Я очень хочу, чтобы вы стали тем фундаментом развития будущего Владивостока. Принимая поздравления от малышей, преподавателей и родителей, выпускники сами поют на прощание песни и благодарят учителей, которые 11 лет готовили их к взрослой жизни. А, пожалуй, главным подарком для гостей праздника стал школьный вальс. И вот тот самый момент, символ прощания с детством, со школьной скамьей, звучит последний звонок. Последний звонок во владивостокских школах может похвастаться особой традиционностью. В выпускнице предпочитают белые фартуки школьной формы советских времен и вплетают волосы банты. И все так же мечтают о театральных вузах и головокружительной карьере. В этом году в большую жизнь выходят 2500 владивостокских школьников. И радостно, и грустно, что прощаются школы, заканчивают жизнь, прощаются с всеми одноклассниками, друзьями. Ну, а радостно, что вступаю в взрослую жизнь и понимаю, что дальше уже начинается, и институт начинается, и свои законы, можно так сказать. Одновременно и чувство счастья, и чувство грусти. Потому что грусть, потому что мы больше никогда сюда не вернемся, а счастье, потому что в школу больше ходить не надо. Эта школа даже за то время, пока я здесь проучился, стала для меня многим. Учителя стали родными, как будто матери, и во многом они меня научили. Мне очень грустно, то, что многие мои одноклассники, они улетают в другие города учиться. И, на самом деле, мне очень хочется, чтобы мы продолжали так же хорошо общаться. Я надеюсь, что так оно и будет. И я очень буду скучать по нашим учителям. Для педагогов это тоже праздник со слезами на глазах. Сколько бы выпусков позади не было, но привыкнуть к расставанию никак не получается. Уверенные, красивые, смелые, решительные. Я очень радуюсь тому, что они такие. И очень желаю, чтобы все у них было только хорошо, только все получилось, только удача им сопутствовала в их жизни. Я хочу им пожелать, чтобы они поступили в тот институт, в который они хотят, чтобы они добились своей мечты, чтобы они не забывали нас, приходили к нам в гости и привели сюда своих детей. Впереди у 11-классников пора экзаменов. И первые многие сдадут уже в понедельник, 28 мая. Ну а пока самым волнительным и трогательным моментом для всех стал тот самый звук школьного колокольчика, который дал старт новой взрослой жизни вчерашним мальчишкам и девчонкам. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.